И теперь о тоннельном зрении. Самое страшное, что могло произойти, произошло. Расследование катастрофы самолета Ан-148 под Москвой показало, вероятно, причиной гибели 71 человека паника у пилотов, которые не справились с ситуацией на борту. Тут страшно все. То, что на автомате перед полетом зачитали список необходимых процедур и, вероятно, забыли включить обогрев приемника высокого давления. То, что потом, когда поняли, что показания приборов расходятся, запаниковали. И вместо того, чтобы хоть по стакану воды, хоть по вторичным показаниям привести самолет в горизонтальное положение и пилотировать его до тех пор, пока не станет понятно, что происходит, начали спорить и разбираться, почему разные показания. Вероятно, не пилотировали, а дали штурвал от себя. И на скорости 800 км в час столкнулись с землей. И здесь главное слово «пилотировать», то есть управлять машиной и управлять ситуацией. Это то самое тоннельное зрение, которое могло подвести в экстремальной ситуации. Я все время оговариваюсь «возможно», потому что расследование не закончено, но уже понятно, происходившее на борту не было тупиковой аварийной ситуацией. За последние недели из-за морозной погоды такое происходило с другими самолетами и не раз. Здесь оказалось фатальным. Александр Каневич отправился к экспертам с одним вопросом. Почему? Вот он, тот самый ПВД, приемник высокого давления. Принцип его работы крайне простой. По влетающему сюда воздуху системы самолета делают вывод о реальной скорости воздушного судна. Но в момент катастрофы почему-то был выключен обогрев на всех трех таких приемников. И они, по всей видимости, просто забились льдом и снегом. А значит, экипаж перед столкновением с землей мог столкнуться с раздвоением скорости. Ведь, согласно данным одного из расшифрованных самописцев, в момент крушения самолет летел почти 800 км в час. Но приборы у командира все равно показывали почти ноль. Ан-148 вылетел в Орск в 14.21. На высоте примерно 1300 метров возникли проблемы. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры. А третий совсем перестал реагировать на изменения скорости. Расхождение в показаниях росли, и автоматика дважды выдавала команду сравнить данные. После этого экипаж на двух километрах выключил автопилот. Почти минуту полет проходил на этой высоте. А после воздушное судно резко начало снижаться. Опытные летчики, обычно в таких случаях не обсуждающие действия погибших коллег, не понимают, как экипаж не сориентировался без вводящих заблуждения приборов. Если тренировки с подобными отказами автоматики – это часть подготовки пилотов. Самолет летит, горизонтальный полет, вдруг начинают показывать приборы какую-то странную скорость. Опытный пилот сразу бы понял, что здесь что-то не то. И прекратил бы смотреть на эти приборы. В марте 2011-го из-за поломки указателя скорости в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета разбился точно такой же самолет. На борту были российские пилоты-испытатели, авиационные инженеры, а также курсанты из Мьянмы – страны, планировавшей закупать Ан-148. Один из курсантов, ориентируясь на заниженные показания, увеличивал скорость, пока у воздушного судна не загорелись двигатели. Беда вот этой техники Антоновской, которая эксплуатируется после развала Советского Союза в том, что все самолеты КБ Антонова остались без конструкторского сопровождения. Ан-148 – ближнемагистральный гражданский самолет, разработанный на Украине, бывшем конструкторским бюро имени Антонова. С 2009-го «Лаймер» выпускался совместно с Воронежским авиазаводом. За время его эксплуатации технические неполадки возникали не только с измерением скорости. У 148-го немало так называемых детских болезней, требующих именно конструкторских доработок. Пилоты – это всего лишь последнее звено в цепи событий, обеспечивающих эту безопасность. Мы последние. Руководителям компании все равно. Почему? А потому что, смотрите, самолеты в лизинге, здания в аренде, летчики наемные. И получается, что сажают человека, лишь бы слетал, лишь бы он не заработал. Саратовские авиалинии взяли в аренду самолеты Ан-148 в 2016-м. У авиакомпании «Россия» полтора года не использовавший шесть таких лайнеров. После смены домашнего аэропорта на них выполняли по несколько рейсов в день. Нередко с многочасовыми задержками. Если вы вот такой самолет выпустили и эксплуатируете, посадите туда третьего человека, штурмана или инженера, как это было раньше. Но вы хотите двоих пилотов, вы хотите сэкономить, вы хотите, чтобы два человека управляло самолетом, но тогда нужно их разгрузить. В условиях конкуренции с крупными авиакомпаниями региональные перевозчики вынуждены экономить, и часто не только на комфорте пассажиров, но и на безопасности. Наши надзорные органы, к сожалению, всегда крылышки расправляют только тогда, когда произошла катастрофа. А ведь новый подход через систему управления безопасностью полетов подразумевает другое, превентивно. Это как наши ФСБ, они занимаются предотвращением террористических факторов, а не тушат пожары. За неделю до катастрофы на технические проблемы с приборами скорости пожаловались сразу семь экипажей самолетов «Сухой Суперджет». Летчики докладывали о разнице показаний датчиков и возвращались в аэропорт вылета. Однако предупреждение о вероятности таких неполадок из-за плохой погоды Росавиация разослала только на следующий день после крушения Ан-148. Всего через пять дней после катастрофы, даже не дождавшись окончательных результатов расследования, саратовские авиалинии возобновили полеты Ан-148. От комментариев представители авиакомпании по-прежнему отказываются, а на ее сайте по этому поводу лишь короткое сообщение, скорее дежурного характера. Весь авиапарк соответствует необходимым требованиям эксплуатационной документации. Изменения, правда, будут. Они коснутся экипажей. Теперь они должны быть усиленными. В составе каждого, кроме командира и второго пилота, должен быть пилот-инструктор. А вот загрузка уанов планируется прежней, как и раньше, несколько рейсов в день. То есть работать сюда будут на износ. Александр Каневич, Андрей Стеняхин, телекомпания НТВ.